Кузнечное дело Кузнечное дело, именно обработка железа, зародилась за тысячи лет до нашей эры. Эта технология предопределила исходы войн, помогла развивать хозяйство и была основой множества изобретений. Мастера кузнечного дела, подобно ювелирам, создавали изящные предметы быта и архитектурные элементы. И несмотря на технический прогресс, способный, казалось бы, вытеснить ручной труд в таком старом ремесле, и по сей день можно встретить мастеров, влюбленных в свое дело и создающих уникальные шедевры. Чтобы узнать, чем заняты современные кузнецы, мы отправились в небольшую мастерскую в подмосковном Нахабино. Можно сказать, мы начали свою работу еще в прошлом столетии, с 96-го года. Наша кузня специализируется на изготовлении кованых изделий, ручной работы по индивидуальным заказам. Мы выполняем полный цикл работ от разработки эскиза до после гарантийного обслуживания. Технология нашего производства сродни ювелирному ремеслу. У каждого нашего мастера есть свой почерк. А некоторые наши изделия изготавливаются по технологиям, насчитывающим не один век. И каждый заказчик получает неповторимые изделия. Основные технические действия мастера производятся только с горячим металлом, что принципиально отличает кузнецов от слесарей. Соединить детали в одно целое кузнецы и слесари могут клепкой, но ковка, то есть кузнечная сварка, прием исключительно кузнечный, тогда же как пайка слесарный. Большое количество однотипных изделий можно изготовить штамповкой, горячей и холодной. Горячая штамповка – это исключительно кузнечный прием. Основой большинства элементов наших изделий служит простая металлическая заготовка. Для того, чтобы придать ей необходимую форму, мы нагреваем металл до определенной температуры в кузнечной печи. Металл обрабатывается при температуре от 600 до 1300 градусов. Здесь очень важно правильно выбрать температуру для определенных работ. Если металл недостаточно разогрет, изделие сложно подается обработке, а перегретый металл приводит к борщу заготовки. Основное оборудование кузнечной мастерской – это горн для нагрева заготовок, емкости с водой для охлаждения и наковальни. Инструменты в распоряжении кузнеца – это, как правило, молоты, наковальни и вспомогательные приспособления для придания формы элементам, такие как кузнечные матрицы. Их, как правило, кузнецы изготавливают сами под каждое конкретное изделие. Если необходимо изготовить несколько одинаковых элементов, мы используем матрицы – специальные штампы, придающие нужную форму изделию. Их мы изготавливаем индивидуально. В своей работе мы используем как пневматические молоты, так и наковальни. Пневматический молот в наши дни заменяет молота бойца. Чтобы скрепить элементы между собой, обычно мы используем разнообразные виды сварки. Крайне редко, и только в эксклюзивных случаях, мы используем старую технологию сварки в гарне. Эта уникальная методика позволяет нам осуществлять бесшовные соединения элементов. Впоследствии изделия поступают в цех окраски и доставляются клиенту. Изящные подсвечники, роскошные люстры, декоративные рамки, а также кажущиеся легкими, но невероятно прочные элементы ограждений. Мы видим это каждый день, но даже не подозреваем, что предметы такой детализации до сих пор изготавливаются вручную. Почерк кузнеца и стиль каждой мастерской во многом задает настроение архитектурных решений. Как правило, заказчик обращается к нам с идеей, которую наш дизайнер-технолог изображает в виде детального эскиза. Каждый проект прорабатывается до мелочей. При этом обязательно должны учитываться технологические особенности и свойства материалов. Наши клиенты – это как дизайнеры интерьера с проектами эксклюзивных светильников, так и застройщики коттеджных поселков, обращающиеся с просьбой изготовить большие объемы заборных ограждений. Но любое изделие состоит из деталей, каждая из которых кропотливо изготавливается мастерами вручного. Тонкая обработка, казалось бы, грубыми на первый взгляд инструментами, вызывает искреннее удивление и восторг. Пройдет не один десяток лет, и каждое произведение останется на своем месте в доме, в отличие от безликих штампованных безделушек. Именно внимание к деталям, филигранная работа и эмоции, которые мастер вкладывает в каждое свое изделие, рождают совершенство – уникальные кованые изделия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»